В тот день Приккет Эллис, рысцой пересекая Динс-Ярд, нос к носу встретился с Ричардом Деллоэем. Вернее сказать, в ту секунду, когда они разминулись, взгляд одного, незаметно брошенный на другого через плечо из-под шляпы, оживился. Они не виделись двадцать лет. Они вместе учились в школе. А что поделает Эллис теперь? Юрист. Да, конечно, конечно, он следил за этим процессом по газетам, но здесь разговаривать неудобно. Может, он заглянет к ним нынче вечером. Они живут все там же, в двух шагах за углом. Будет кое-кто из друзей, может быть, Джойнсон? Он теперь важная птица, добавил Ричард. Вот и отлично! Значит, до вечера, сказал Ричард на прощание, очень рад. Он и правда был рад, что встретил этого чудака, внешне ничуть не изменившегося со школьных лет. А ведь когда-то этот круглолицый, нескладный мальчик, начиненный предрассудками, блестяще учившийся, получил премию Нью-Касла. Вот так-то, думал Ричард, шагая к дому. А Прикотелис, оглянувшись на его удаляющуюся фигуру, пожалел, что встретил его. Вернее, сам по себе Делуэй ему всегда нравился, вернее, что пообещал прийти. Делуэй женат, устраивает приемы, совсем это не в его вкусе, да и костюма приличного нет. Однако, раз уж он обещал и не хочет, чтобы о нем плохо думали, придется идти. Но что за жуткое сборище! Джоинсон, правда, явился, но сказать им друг другу было нечего. Он и мальчиком важничал, теперь же подавно возомнил о себе. А больше ни с кем из присутствующих Прикотелис не был знаком. Но сразу уйти нельзя. Надо хоть перекинуться словом с Делуэем, а тот, поглощенный хозяйскими обязанностями, мельтешит среди гостей в своем белом жилете. Вот и изволь стоять столбом и ждать. Просто с души воротит. Подумать, что взрослые люди, сознательные мужчины и женщины, проводят так чуть ли не все вечера. На его из сине-красных бритых щеках проступили морщины. Втихомулку, проклиная себя, он стоял, прислонившись к стене, досадовал, злился. Он работал, как лошадь. Он много двигался, чтобы сохранить форму. И ведь у него был крепкий и решительный, усы словно тронуты морозом. Но сейчас, в своем плохоньком вечернем костюме, он выглядел нерешливым, неказистым, нескладным. Праздный, разодетый, без единой мысли в голове, эти важные дамы и господа без умолку болтали и смеялись. А Прикки Телес поглядывал на них и про себя сравнивал их с браннерами. Те, когда выиграли тяжбу с пивоваренным заводом фаннеров и получили 200 фунтов компенсации, хотя ожидали получить вдвое больше, не пожалели истратить 5 фунтов из этой суммы, чтобы купить ему в подарок часы. Вот такие поступки не оставляют равнодушным. И он еще строже воззрился на этих людей, разодетых, цветущих, присыщенных, и сравнил свои чувства с теми, которые испытал в то утро в 11 часов, когда старик Браннер и миссис Браннер, оба принарядившиеся, до крайности чистенькая и почтенная пара явились к нему на дом, чтобы вручить ему, как выразился старик, вытянувшись струнку ради столь торжественного случая, этот скромный знак признательности и уважения за то, как искусно вы провели наше дело. И миссис Браннер подхватила, да-да, они оба чувствуют, если бы не его помощь, ничего бы не вышло. И они так ценят его великодушие, потому что гонорара он с них, конечно, не взял. Когда он принял от них часы и водружал их на каминную полку, ему не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел его лицо. Ведь ради этого он и работал, и это и было его вознаграждением. И вот сейчас он смотрит на реальных людей, и ему кажется, что вид этого собрания накладывается на ту утреннюю сцену у него в квартире. И это самый суровый им приговор. А когда та сцена померкла и растаяла, когда Браннеры исчезли, от всей сцены остался только он сам, лицом к лицу с этой публикой из враждебного лагеря. Просто немудрящий человек. Человек из народа. Он приосанился. Очень плохо одетый, сердитый, неотесанный. Человек, не умеющий скрывать своих чувств. Заурядное человеческое существо. Человек, ополчившийся на зло, продажность и бессердечие общество. Ну, хватит. На них пялиться. Он надел очки и стал разглядывать картины. Прочел название на корешках всех книг, на одной из полок. Это были по большей части стихи. Хорошо бы перечитать старых любимцев Шекспира, Диккенса. Хорошо бы выкроить время и побывать в национальной галерее. Но нет, куда там. Не такое сейчас время, чтобы позволять себе всякие излишества. И он окинул взглядом кресла, разрезальные ножи, книги в изящных переплетах. И покачал головой, зная, что у него никогда не хватит времени. Никогда, надо надеяться, не хватит духу позволить себе такие излишества. Эти господа были бы шокированы, узная они, сколько он платит за табак. Или что костюм на нем с чужого плеча. Единственная роскошь, от которой он был не в силах отказаться, маленькая яхта на Норфолкских озерах. Да, в этом он грешен. Раз в год отключиться от всего на свете и полежать на траве, глядя в небо. Ему подумалось, как они были бы шокированы. Эти важные господа, если бы узнали, сколько радости доставляло ему то, что он по старинке называл любовью к природе. Поля и деревья, знакомые с детских лет. Эти важные господа были бы шокированы. И сейчас, убирая очки в карман, он чувствовал, что с каждой секунды шокирует их все больше. И это было очень неприятное ощущение. И свою любовь к человечеству, и то, что покупает табак по пяти пенсов унции и любит природу, он не мог ощущать спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Каждое из этих удовольствий как бы обратилось в протест. Словно эти люди, которых он презирает, заставили его в чем-то оправдываться. «Я человек простой», – твердил он про себя. «И еще сказал то, чего тут же не на шутку устыдился, но все же сказал, я за один день сделал для моих ближних больше, чем вы за всю вашу жизнь». И это он действительно чувствовал. Одна за другой вспоминались сцены, подобные сегодняшние, как Браннеры поднесли ему часы. Вспоминались добрые слова, которые люди говорили о его гуманности, его великодушии, о том, как он им помог. Он упорно виделся сам в себе, как мудрый и терпимый слуга человечества и жалел, что не может повторить этих похвалы вслух. Неприятно было ощущать, как праведность буквально клокочет в нем, ища выхода. Еще неприятнее было, что никому нельзя рассказать, как о нем отзывались люди. «Благодарение Богу», – твердил он про себя, – «завтра я возвращусь к работе». А между тем просто улизнуть в холл и уйти домой уже казалось ему недостаточным. Он должен побыть здесь еще, побыть, пока не оправдается. Но как это сделать? В этом помещении, полном людей, он ни с кем не знаком, а значит, и поговорить ни с кем не может. Наконец к нему подошел Ричард Деллоуэй. «Хочу познакомить тебя с мисс О'Кифф», – сказал он. Мисс О'Кифф посмотрела ему прямо в глаза. Это была самоуверенная на вид, с резкими манерами, женщина лет тридцати с лишним. Мисс О'Кифф попросила принести ей мороженого или чего-нибудь попить. А обратилась она к Прикету Элису таким, по его мнению, непростительно надменным тоном, потому что в тот день, в самую жару, видела, как женщина с двумя детьми, очень бедная и очень усталая, прижавшись лицом к решетке, и заглядывала в частный скверик. «Неужели нельзя их впустить?» – подумала она тогда. И жалость поднялась в ней волной и сменилась бурным негодованием. «Нет», – ответила она себе в следующую секунду. Ответила грубо, словно самой себе дала пощечину. «Никакие силы в мире этого не допустят». И, подняв теннисный мяч, перекинула его им через ограду. «Никакие силы в мире не допустят», – произнесла она с яростью. И по этой причине так высокомерно приказала незнакомому мужчине «Принесите мне мороженого». Еще задолго до того, как она съела его, Прикет Элис, стоя возле ее стула, сообщил ей, что не бывал на званых вечерах лет пятнадцать. Что костюм ему одолжил на вечер муж сестры. Что такое времяпрепровождение не в его вкусе. И с радостью сообщил бы, что он человек простой и предпочитает людей самых обыкновенных. А потом рассказал бы, и сразу же устыдился бы этого, про Браннеров и про часы. Но она перебила его вопросом. «Вы Бурю смотрели?» А узнав, что нет, спросила, читал ли он такую-то книгу. Снова услышала «нет» и отставила блюдечко с мороженым. «Он что, вообще не любит поэзию?» И Прикет Элис, чувствуя, как в нем нарастает нечто такое, что сбила бы спесь с этой молодой женщиной, сделала бы из нее жертву, разбила ее на голову, заставила ее сесть рядом с ним, вот здесь, где им никто не мешает, на стул в пустом садике, потому что все были наверху, а сюда доносились только жужжание, гудение и голоса, и позвякивание, как безумный аккомпанемент призрачного оркестра мяуканью кошек, пробирающихся по траве, и шелесту листьев, и желто-красным плодам, раскачивающимся туда-сюда, как китайские фонарики. И разговор их был, как музыка к пляске смерти, написанная безумцем на очень реальную, глубоко выстраданную тему. «Как красиво!» сказала мисс О'Киф. «Да, какая прелесть после гостиной эта маленькая лужайка, а вокруг нее башни Вестминстера, черные, словно повисшие в воздухе, и тишина после шума в доме. И этим могут насладиться все? Та усталая женщина? Дети?» Прикетелис стал закуривать трубку. Это, наверное, покажется ей неприличным. Он набил трубку дешевым табаком, пять с половиной пенса функция. Подумал, как будет лежать в своей лодке и курить. Уже видел себя ночью, как он в полном одиночестве курит под звездами. Весь сегодняшний вечер он думал о том, как он выглядел бы в глазах этих людей. И, чиркнув спичкой о подошву башмака, он сказал мисс О'Киф, что не видит здесь ничего особенно красивого. «Возможно, вы вообще невосприимчивых к красоте!» возразила мисс О'Киф. Ведь он сказал ей, что не смотрел бурю, не читал такую-то книгу, да и выглядел неряшливо. Эти усы, подбородок, серебряная цепочка от часов. И подумала, за все это и платить не надо. Ходи в музей, в национальную галерею, любуйся деревенскими видами, все бесплатно. Конечно, она знала, и аргументы против. Стирка, готовка, дети. Но самое главное, только все боятся сказать это вслух, состоит в том, что счастье дешевле паренной репы. Его можно получить и за даром. Его дарит красота. И тут Прикет Элис задал ей жару. Этой бледной, резкой, высокомерной женщине, попыхивая дешевым табаком, он перечислил ей все, что сделал на этот день. Встал в шесть часов, принимал клиентов, инспектировал канализацию в зловонных трущобах, потом в суд. Тут он едва удержался, чтобы не рассказать ей кое-что о личных своих достижениях. Однако удержался, но от этого продолжал еще более язвительно, сказал, что ему тошно слушать, как упитанные, разодетые женщины рассуждают о красоте. Она поджала губу, потому что была худая, и платье на ней было не самое модное. «Красота», – сказал он. «Для него красота не мыслится в отрыве от живых людей». И оба сердита уставились на безлюдный садик, где плясали тени, и одна из кошек застыла посреди лужайки, подняв лапу. «Красота в отрыве от живых людей? Как это понимать?» – спросила она после недолгого молчания. «А вот как». И он, все больше распаляясь, рассказал ей про Браннеров и про часы, не стараясь скрыть, что гордится собственной ролью в этой истории. «Вот это было красиво», – сказал он. «Его рассказ поверх ее внеописуемый ужас. Прежде всего, какое самомнение? А кроме того, это непристойно, как можно говорить вслух о человеческих чувствах. Это гощунство. Никому не дано право рассказывать какие-либо истории в доказательство своей любви к ближним. А между тем, пока он рассказывал, как старик вытянулся в струнку и произнес свою речь, у нее слезы выступили на глазах. Ах, если бы кто-нибудь хоть раз в жизни сказал ей такие слова. Но опять же, вот это и доказывает, что люди безнадежны, никогда они не пойдут дальше трогательных сцен с часами. Браннеры будут произносить речи в похвалу Прикетом Элисом, а Прикеты Элисы толковать о том, как любят своих ближних. И всегда будут лениться, идти на компромиссы и бояться красоты. Это и порождает революцию, лень и страх и любовь к трогательным сценам. И все-таки этот человек получил удовольствие от своих Браннеров, а она обречена без конца страдать из-за тех бедных-бедных женщин, которым закрыт доступ в частные скверы. Оба молчали. У обоих было тяжело на душе, ибо собственные слова не принесли Прикету Элису никакого облегчения. Занозу, которой она его уязвила, он не извлек, а только загнал внутрь. Счастье, испытанное утром, разрушено. А у мисс О'Киф была в мыслях полная путаница. Вместо ясности муть и досада. Я, очевидно, принадлежу к числу тех очень обыкновенных людей, которые любят своих ближних, сказал он, вставая, на что мисс О'Киф отозвалась чуть ли не криком. Я тоже! И, ненавидя друг друга, ненавидя гостей и хозяев этого дома, по чьей милости они провели такой тягостный, такой мучительный вечер, эти двое, преисполненные любви к своим ближним встали с места и без единого слова расстались навсегда. мучительный